Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Зима в самом разгаре, у многих настроение замороженное, поэтому предлагаю внести ярких красок в свой образ и пережить остаток этой зимы с позитивными эмоциями. Недавно связала дочери свитер вот такого яркого цвета, пряжи было куплено много и осталось три мотка, как раз на шапку. И так как шапок много не бывает, и я люблю менять их под настроение, решено связать новую шапку. И вот они, эти три моточка обалденного цвета, который называется Фуксия. Пряжа эта BBB Рекорд, 100% меринос. Вес этого моточка 50 грамм и метраж 175 метров. Рекомендации по уходу за изделиями из этой пряжи стандартные. Стирать при температуре 30 градусов, сушить на горизонтальной поверхности и так далее. Вязать эту шапку мы будем резинкой 2х2. Тем более, что от Вас в комментариях поступали вопросы о том, как закрывать макушку у такой шапки. Эта форма шапки сейчас очень модная, так что не будем отставать. Зима у нас очень холодная и поэтому я буду вязать эту шапку с отворотом. Кому отворот не нравится, просто вяжите высоту шапки покороче. Спицы буду использовать пятый номер, чтобы шапка получилась плотнее. И вязать будем в три нити. Шапка вяжется очень просто. Я все объясню и покажу, чтобы даже у самых начинающих вязальщиц не возникло никаких проблем. А у кого все же появятся вопросы, пишите их в комментариях. Постараюсь ответить всем. Для начала покажу, как вязать в три нити. Можно достать нити от каждого из трех клубочков. И тут все понятно. Но не всегда есть три клубка, а вязать надо в три ниточки. Тогда берем нить от одного клубка. Я обычно это делаю из центра, чтобы клубочек не скакал по всему дому, складываем нить вдвое и еще раз. Этот отрезок должен быть, конечно же, длиннее, я просто не размахиваю, чтобы мои руки не выходили за пределы экрана. Таким образом, в пределах этого сложения нить у нас идет тройная. Мы из нее вяжем, пока не дойдем до того места, где заканчивается петля и дальше идет одна нить. В этом месте мы берем и через эту петлю вытягиваем новую петлю. Таким образом, у нас место соединения незаметно, оно не ощущается на ощупь и дальше снова идут три нити. Так вяжем до места, где петля заканчивается и вытягиваем новую петлю. И вот так из одного мотка вяжем в три нити. Теперь поговорим о расчетах. Я, конечно же, приведу пример, сколько петель набирать, но у нас у всех разная плотность вязания. Возможно, Вы решите взять для шапки другие нитки или другие спицы, поэтому считаем обязательно. Для этого вяжем образец с резинкой 2х2, стираем его и сушим. И только после стирки делаем измерение. Растягиваем образец так, как должна сидеть на Вас шапка. Считаем, сколько петель умещается в 10 сантиметрах, например, 16 петель, делим их на 10, получается плотность вязания 1,6 петли в одном сантиметре. Теперь полученную плотность умножаем на обхват головы. И в зависимости от пряжи еще нужно вычесть 10-15% на обликание. К примеру, получилось у Вас 96 петель. Вычитаем 10%, выходит 87, но так как у нас резинка 2х2, надо, чтобы общее количество делилось на 4, поэтому набираем либо 88, либо 84, плюс еще одну петлю для соединения петель в круговое вязание. Набираем на две спицы классическим образом, считаем необходимое количество петель. Петли набраны, достаем одну спицу. Теперь нам нужно распределить петли ближе к краю спиц. В центре набора вытягиваем леску. Проверяем, чтобы петли не перекрутились и делаем соединение. Снимаем первую набранную петлю с левой спицы на правую и через нее протягиваем последнюю петлю. Подтягиваем нити, чтобы затянулся узелок и край получился ровным. Теперь определяемся с лицевой стороной. Так как у меня шапка будет с отворотом, чтобы вот эта сторона с ровными петлями смотрела на лицевую сторону, а не вот эти узелки, нужно сейчас развернуть вязание и начать вязать в противоположную сторону. Если Вы вяжете свою шапку без отворота, оставляйте все как было. Начинаем вязать резинку 2х2. Первые две петли провязываем лицевыми, следующие две петли изнаночными. Так и чередуем лицевые и изнаночные петли до конца ряда. Важно в первом ряду не ошибиться, если в начале ряда у Вас провязаны лицевые петли, значит закончится ряд должен будет двумя изнаночными. Дальше будет уже проще. Все остальные ряды шапки мы будем смотреть на рисунок и вязать по рисунку. Если есть желание, можете повесить в начале ряда маркер, но считаю в нем нет никакой необходимости, так как вязать мы будем теперь одно и то же, до того момента, пока не надо будет делать убавки. В данный момент у меня провязан первый моток пряжи и я только что присоединила новую нить. Вот такое незаметное безузелковое соединение ниточек я настоятельно Вам рекомендую освоить, чтобы изнанка изделия была безупречна и Вам не пришлось бы тратить свое время на заправление хвостиков. Для тех, кто еще не в курсе, как это делается, ссылка на урок по соединению нитей сейчас всплывет вот тут. И давайте сделаем промежуточное измерение. Одного мотка мне хватило на 9,5 см, так что Вы можете прикинуть, сколько моточков пряжи Вам понадобится, зная желаемую высоту Вашей шапки. Итак, необходимая высота провязана, у меня это 30 см, можно делать убавки. Я хочу, чтобы у моей шапки был широкий отворот и наверху высокая макушка. Примеряя шапку Вы поймете, когда Вам остановиться. Убавки в этой шапке высоты не прибавят. Итак, первый ряд убавок. Можно в этом месте установить маркер, чтобы точно видеть, когда закончится ряд. Первые две петли так и вяжем лицевыми, а вот эти две изнаночные петли провязываем вместе. Следующие две петли вяжем по рисунку лицевыми, изнаночные петли провязываем вместе. Так и вяжем до конца ряда. Лицевые по рисунку, на изнаночных делаем убавку. Второй ряд и все четные мы будем вязать по рисунку. Две лицевые, одна изнаночная. Какие петли мы видим, такие и вяжем. Все, встречаемся в следующем ряду. Третий ряд убавок. Давайте вернем последнюю изнаночную петлю и с нее начнем делать убавки. То есть в этом ряду первая лицевая петля будет провязываться вместе с изнаночной, следующая лицевая просто провязывается лицевой петлей. Лицевая и изнаночная вместе с наклоном вправо, лицевую провязали. Снова убавка на лицевой и изнаночной петлях, лицевую петлю вяжем по рисунку. И так до конца ряда. Четвертый ряд. Петель уже остается мало и чтобы не переходить на чулочные спицы, распределяем петли на две части и с двух сторон делаем петли из лески. То есть с этого момента вяжем по методу Magic Loop. В этом ряду у нас идут все лицевые петли, довязали одну сторону петель до конца, разворачиваем вязание, тянем за петлю из лески и возвращаем освободившуюся спицу в петли. А спицу из верхнего ряда петель вытаскиваем, сделаем петлю из лески и на эту спицу сейчас будем вязать. Как по мне, так такой способ намного проще, чем чулочные спицы. Во-первых, их надо достать, потом надо разделить все петли на четыре части и распределить их на спицах. И вязать я ими не люблю, они друг от друга врякают и мне всегда кажется, что сейчас какая-нибудь спица выскочит из петель. Пятый ряд. В этом ряду мы будем провязывать все петли по две вместе. Шестой ряд. Вяжем все лицевые. Внимание, макушку можно стягивать, если на спицах меньше 20 петель, если у Вас меньше 20, закрывайте макушку сейчас, если пока больше, тогда провяжите следующий ряд. Седьмой ряд, все петли провязываем по две петли. Итак, вязать мы закончили. Вот так выглядит наша макушка. Теперь обрезаем нить и при помощи крючка протягиваем этот хвостик через все петли. Затем уводим нить наизнанку, закрепляем ее там и прячем хвостик. Начальный хвостик нити также прячем. Имейте в виду, если шапка у Вас с отворотом, то нить мы прячем на лицевой стороне. Все три нити надо спрятать по отдельности и каждую нить в отдельную косичку. Ну что, получилась замечательная шапка, теплая и модная. Осталось установить бирку, чтобы всем было видно, что это ручная работа и сделана она моими ручками. Такие бирки Вы можете заказать у Федора. Я в описании оставлю для Вас ссылку на его инстаграм. Напишите, что Вы от факультета рукоделия Вам сделают скидку. Еще отдельно хотелось бы сказать о спицах. Эта спицы Прим брала я их в мире вышивки. Хотелось понять, что же такого в них удивительного за такую высокую цену. Я ими связала уже несколько изделий. И сказать, что я в восторге, ничего не сказать. Это теперь мои фавориты. И я в первую очередь берусь за те работы, которые надо вязать спицами пятого размера, надо брать срочно и другие размеры. На этом мой мастер-класс окончен. Вяжите с удовольствием. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok